Город действительно любимый, а дилетант действительно дилетант, признается Николай Харитонов. Ироничный взгляд на историю Архангельска не отменяет вдумчивого подхода. Автор начинает с истоков, с основания поморской столицы. Правда, сразу же подвергает сомнению официальную версию. А Иванли Грозный основал город на Двине. Он пишет о немецкой Слободе и доме Суркова, о Добролюбовке и яхт-клубе, время от времени подбрасывая читателю то ли задачки, то ли шутки, как бы проверяя и его, и себя. Например, я в первом издании, я программного велича, который, значит, Ленин на площади, я говорил, что он белый и из мрамора. То есть так было написано несколько раз. Мне встречает одна барышня, вторая говорит, вы знаете, вы ведь ошиблись. Он не белый и он не из мрамора. Я думаю, все, читает, читает. Самое интересное в этом путеводителе – личные воспоминания и впечатления автора. Николай Харитонов грустит о возвышавшемся когда-то над Соломболой доме Сутягина. Рассказывает о том, в каких нарядах ходили архангельские модницы на выступления «Машины времени». Удивляет. Оказывается, именно в нашем ДК «Строителей» сыграл свой первый концерт Борис Гребенщиков. Он призывает и нас удивляться, строить версии, делать открытия. Но не принимать его книгу очень уж всерьез, о чем честно предупреждает в предисловии. Не принимайте эту книгу за учебник архангельской истории. Воспринимайте, как свободу. Вашу личную свободу думать и жить в нашем с вами городе, как заблагорассудится. Маститые архангельские историки не отметают такого ироничного подхода. Юрий Барашков – сам автор путеводителя по архангельску. Считает, что книга Николая Харитонова может быть интересна читателям. Очень хорошо, что он загадывает некоторые сюжеты, не обязательно реалистично, заставляет думать, так сказать. И, может быть, обратиться к каким-то источникам, и, может быть, я посоветую обратиться к его предыдущим книгам, чтобы понять автора до конца. Первая экскурсия по путеводителю Николая Харитонова уже состоялась. После презентации книги гости «Ночи искусств» отправились в автобусную поездку по Архангельску, вспоминая времена, когда нынешний привокзальный район именовали Мхами, а по обводному каналу мальчишки катались на плотах. Надежда Лебедева, Алексей Шаршов, Панорама Севера.